Порода, как камень в горной реке, натачивается годами, говорит заслуженный работник сельского хозяйства Клычки Риурусов. Только за 20 век в нашем регионе мы лишились двух пород. Эти и другие актуальные вопросы сохранения и развития проблемы коневодства обсуждали на территории конезавода Карачаевский. Подробности в репортаже Алла Динаевой. Сегодня мы хотим задать вопросы нашему патриарху Карачаевского коневодства Клычки Риурусову о современном состоянии карачаевского коневодства и о проблемах, которые стоят в коневодстве, и о путях решения этой проблемы. Эти важные вопросы стали поводом собраться людям, неравнодушным к лошадям на конезаводе Карачаевский, открытом в 1930 году по инициативе Семёна Будённого. В советское время здесь выращивали чистопоротных лошадей для кавалерии Красной Армии по гранвойск, поскольку лошади хорошо проявляли себя в длительных пробегах и в горных условиях. Готовили здесь этих грациозных животных и для спортивных нужд народного хозяйства, а также на экспорт. Известный и уважаемый в республике и за её пределами человек Клычки Риурусов, который много лет занимался глубоким изучением карачаевской породы, приложил огромные усилия для восстановления её статуса после забытия. Он является автором книг, имеющих большое значение как источник знаний об уникальной горной породе. Клычки Ри Магомедович продолжает делиться с народом своими знаниями. Порода – это наследие предков. Оно несколькими поколениями создаётся, а потом тысячелетиями передаётся из поколений в поколение. А мы почему-то сегодня стесняемся своей породой, заводим рысаков, перекрывают этим рысаками. Надо бороться за сохранение типа. Если мы утратим тип, утратим породу. Работа по охране и сохранению различных пород лошадей проводилась и проводится на государственном уровне. И президенту России Владимиру Путину Клычки Риурусов написал письмо с просьбой, которое зачитал и собравшимся. Один из важных моментов в сохранении пород – это… Создать государственные, маленькие государственные самоокупаемые конные заводы. В том числе карачаевские. И прежде всего карачаевский конный завод, поскольку он самый древний. Коянбалка – это сердце конного завода. Раньше это было чистопородное отделение. Тут есть манеж для выводки лошадей. И здесь показали представители арабской породы, английской и карачаевской. А это красавец по кличке Бунчук. Один из типичных представителей карачаевской породы лошадей. Для ребят с трехлетним, для ребят Бунчук. Владимир Кулаковский – председатель наблюдательного совета Ассоциации развития коневодства в России. И актуальные вопросы коневодства Владимир Викторович знает очень хорошо. Я считаю, что урусов правильно ставят вопрос, потому что коневодство – это часть культуры народа. Все обычаи всех народов, так или иначе, связанные с лошадью. Потому что в 20 век человечество выехало на спине лошади. Сейчас на конезаводе Карачаевске проведены ремонтные работы по восстановлению манежа. Планов еще по благоустройству много, и они постепенно реализовываются. Директор конного завода Хусейн Каракетов рассказывает, что коллектив хороший, и они профессионалы своего дела. И задача перед нами всеми стоит очень ответственная и важная. Делится он. Сохранит Карачаевский конзавод и карачаевскую породу лошадей. У нас в республике, дай бог им всем здоровья, очень есть профессиональные, хорошие конники, которые занимаются помимо конзавода, сохранением, разведением, сохранением карачаевской породы лошадей. Если вы любите разводить этих благородных животных, то стремитесь к сохранению типа породы лошадей. Ведь надо выбирать и сохранять лучшее. Алладинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачевский район.